Здравствуйте. Вот к фундаментальным частицам, с которыми мы очень часто сталкиваемся. Что у нас? Ещё у нас атом состоит, как говорят, из электронов, протонов и нейтронов. Вот нейтрон – одна из фундаментальных частиц. Если протон и электрон – это стабильные частицы, они, в общем-то говоря, предоставленные сами себе, не распадаются. Ну, по крайней мере, любят люди измерять, скажем, время жизни протона, и оно оказывается выше, чем какая-то совершенно сумасшедшая величина. Время жизни – это значит время, за которое он распадётся в Е раз, уменьшится в 2,7 раза. Или период полураспада исходить, половина распадётся, это почти одно и то же. Там сумасшедшие какие-то астрономические цифры, и это говорит, что просто вот наш результат измерения, мы не наблюдаем этих распадов. А вот что касается распада свободного нейтрона, это интересная вещь. Нейтрон в стабильных ядрах, он так стабильно там живёт, нейтрон, ней протон не претерпевает никаких превращений. А вот свободный нейтрон, он распадается, время его жизни, ну, что-то порядка 900 секунд, да, свободным нейтроном. Что такое 900 секунд? Это 900 секунд по 60, 90 на 6, 15 минут, да, вот где-то 15 минут. На самом деле чуть меньше. Сложно с ним работать, сложно измерять, потому что, ну как, он же у нас движется обычно, да, вылетел из атомного реактора, движется. Пучок быстрых нейтронов, холодные нейтроны, всё равно они движутся. И вот такой метод измерения нейтронов движения, он очень, значит, известен, достаточно простой. Значит, вот у вас пучок нейтронов пролетает, мы знаем, сколько у нас в этот пучок влетело нейтронов, и, соответственно, вот он движется какой-то скорость, то есть сколько времени он у нас, вот этот вот нейтрончик перед нами живёт, да. Вот постоянно обновляющийся набор нейтронов. И в этом эксперименте регистрируют не убыль нейтронов, естественно, а количество распадов. Нейтрон, вообще основной его канал распада, это превращение в протон, электрон и антинейтриноэлектронные. Есть всякие другие каналы, там ещё может он гамма-квант родить параллельно, редкостный канал. Можно придумать такой канал, но он очень маловероятен. И, наверное, серьёзного заметного вклада вот в общую, так сказать, вероятность распада не вносит. Это канал такой, что появляется очень-очень медленный электрон, очень-очень энергичные нейтрины, которые незаметно улетают. Нейтрины же слабо взаимодействующие частицы, очень. Так вот, очень-очень медленный электрон, и с протоном они просто объединяются, превращаются в атом водорода. Вот. В последние десятилетия всё больше и больше нарастает такое вот направление в нейтронной физике. Называется это физика ультрахолодных нейтронов. Тепловые нейтроны можно, значит, охлаждать. Они, значит, будут... Ну, как появляется холодный нейтрон? Горячий нейтрон, вылетевший, возникший в определении ядер, летит, рассеивается на ядрах углерода, на ядрах водорода. Рассеивается, рассеивается и замедляется, постепенно принимает тепловую энергию. Научились получать ультрахолодный нейтрон. Вообще очень-очень маленькую энергию имеющую они вот... Прямо видно, как они падают в гравитационном поле. Вот такие вот ловушку. То есть это называют бутылка для ультрахолодных нейтронов. Ультрахолодный нейтрон подлетает, у него очень большая волна, длина волны Дебройля. И он просто отражается от поверхности этой бутылки. Для него вот эта вот поверхность, у него длина волны большее расстояние между двумя соседними атомами, между двумя соседними атомными ядрами. И он от них просто отражается. Вот они в бутылке живут. Этот процесс хорошо изучен, хорошо прописан, хотя это очень сложный процесс на самом деле. И вот тоже с помощью этого опыта провели определение времени жизни нейтрона. Тут просто вот налили в бутылку или насыпали, наполнили бутылку нейтронами. Потом через какое-то время выпустили, их пересчитали. И вот оказалось, что клянутся и божатся экспериментаторы, что у них всё в порядке, нет каких ошибок. И время жизни у них заметно меньше, чем время жизни в пучковом методе измерения. Заметно меньше. То есть там точность порядка одной секунды. Кстати, это очень невысокая на фоне вот этих 15 минут точность, согласитесь со мной. Но тем не менее, вот они различаются. Вот у каждого своя точность, они различаются на несколько секунд. А погрешность меньше секунды они выставляют. Ну всё, можно праздновать. Это какое-то новое свойство поверхности, которое раньше не было известно. Где-то что-то они, значит, просачиваются. Только один такой вариант возможен, правда? Или вариант такой, что ультрахолодный нейтрон, он патологически часто при распаде электрон сразу цепляется с водородом в атом. Но какое влияние ультрахолодности имеет на энергию, которую уносит нейтрино? Нет, нет, это невероятно. Значит, тут с поверхностью. Либо, либо, либо здесь дело гораздо хуже. Я вам сейчас поясню. Вот у нас уже стало теперь общепринятое, у теоретиков не у нас, а у теоретиков. Но мы экспериментаторы смотрим в рот. Значит, как вы сказали, так и будет. Идея стала общепринятой, которую предложил когда-то Бруно Макс Пентекорва, такой советский физик итальянского разлива. Идея такая про нейтрино у него была, что нейтрино представляет суперпозицию двух, на самом деле, нейтрино. И поэтому нейтрино могут превращаться, скажем, из электронного в мионное. Там, как это называется, угол между волновыми функциями. Вот у них интерференция, скажем так, взаимовлияние, взаимопревращение. Ну, такие слова, которые всё равно я сейчас обосновывать не собираюсь и не могу. Так, а что с нейтроном? А вот такая идея, что может быть. Идея совершенно авантюрная. В неё совершенно невозможно поверить. Легче поверить в то, что что-то там мы не понимаем в физике твёрдого тела. И, кстати, там интереснее, там можно вот что-нибудь такое вот наморозить, сделать, изобрести какой-нибудь новый прибор, да? Ну, это здорово будет. А тут идея такая, что вот нейтрон – это суперпозиция двух нейтронов. И вот редко-редко, но вот этот вот нейтрон, наш нейтрон, может превратиться в какой-то вот другой нейтрон. Такой другой нейтрон, который вот в нашем мире, в общем-то говоря, не фиксируется, не распространён. Потому что он не заметен в нашем мире, он не взаимодействует вот с нашими частицами, да? То есть это такая революционная концепция, которая предполагает вот ещё деление, ещё одно деление всех частиц. У нас были частицы-античастицы, да? А это вот наши частицы, какие другие частицы? Частицы потустороннего мира, скажем так, понимаете, да? Ну, такая вот концепция-то есть, появилась она. Когда-то ведь, когда был я молодой, у меня тоже эта идея Борона Пантикорова, те вы теоретики, понапридумываете, да? А сейчас это общепринятое, да? Сейчас теория вот этой вот смешения разных нейтрино Пантикорова, она единственный способ объяснить, почему Солнце меньше нейтрино излучает, чем положено. Это единственный способ, который не предполагает, что Солнце потухло, да? И светит уже оставшимся теплом остаточным. Вот так вот как-то вот, да? Ну и вообще в других экспериментах тоже там с нейтринами всё подтверждается. И массовая нейтрино должна быть, но очень-очень маленькая такая, прям невозможно исчезающая. Маленькая, но всё-таки не нулевая. А тут вот что с этими нейтронами? Ну вот так про это сказали однажды. И замолчали теоретики. Но вот эта разница в экспериментах, она такая вот осталась. Вот они никак не могут согласовать. Слишком большое различие между результатами. Конечно, если была погрешность большая, ну ладно. А тут две маленькие погрешности, две большие разницы. То есть однозначно понятно, что в этих двух экспериментах нейтрон ведёт себя по-разному. Либо мы тут замечаем какой-то ещё процесс, да? Вот исчезновение нейтрона просто он переходит в другое состояние. Ну вот в зеркальное, условно говоря, да? Либо нет, да? То есть может быть существует рядом с нами ещё зеркальный мир, если хотите, да? Там свои зеркальные протоны, нейтроны, электроны, гамма-кванты и всё что угодно, которые с нашими не взаимодействуют. Но редко-редко, очень редко. Они иногда превращаются в наши нейтроны, в наши гамма-кванты, да? А из нашего мира иногда превращаются в их нейтроны, в их гамма-кванты. И пропадают, да? Но правда только на нейтронах получается обнаруженный эффект. А больше пока ни на чём. Так что я продолжаю сомневаться в торжестве конечным теоретиков в этом направлении. Ну вот интересно, что же там, что же проморгали со свойствами поверхности? Что проморгали? Тоже непонятно. Они говорят, нет, всё мы знаем, всё правильно, всё учтено. Во всех других экспериментах всё у нас получается. Вот только тут. Такая вот неувязка. Меня попросил один из моих зрителей и друзей по Ютубу про эту тему как-то немножко пояснить. Пояснить я ничего не могу. Это одна из тайн, загадок. Можно на этом деле раздуть, да? Вот как вот чёрная, тёмная материя, так и здесь зеркальный мир. А там зеркальные планеты, зеркальные звёзды. И нами не чувствуется, как попавшись за зеркали. В зеркалах, по-моему, был такой фильм, кажется, да? Нет, нет, это было произведение в зеркалах. Повесть такая какого-то американского писателя. Нет, нет, как по-другому. Там ещё Кифер Сазерленд играл. Он как-то попал в зазеркальный мир. Там всё было наоборот, да. Ну ладно, спасибо вам большое за внимание. Удачи вам, всех благ. Не забывайте делиться со мной вашими мыслями и вашими деньгами. У меня для этого есть внизу все реквизиты от Сбербанковской карточки до всяких Пайпалов, Яндекс, Киви. И ВКонтакте можете посылать. Удачи вам, всех благ, до свидания.